Добрый вечер! Опасное решение. Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном. Как отреагировал мир? Украина отмечает день победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Старице по случаю праздника приняли присягу новобранцы 101-й бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил. Все видела Ксения Барвиненко. Витаю вас в складании войсковые присяги на верность украинскому народу. Служу украинскому народу. В день победы над нацизмом во Второй мировой войне 340 призывников присягнули на верность украинскому народу. Они будут служить в 101-й бригаде охраны Генштаба ВСУ. Конечно, тяжелое решение было, но я согласился. Когда мне повестка пришла, я сказал, что я пойду. Это было целенаправленное решение. Волнение. Очень большое волнение. 101-я бригада на передовой практически с начала боевых действий на востоке страны. Новобранцам, по словам президента, есть с кого брать пример. Ведь у многих, кто принял присягу родные и близкие, участники войны на Донбассе. С серпня 2014 года воины 101-й брали участь в боях, затримывали террористов, проводили разведывательные действия на территориях, захопленных российскими найманцами. Найважчим периодом в летописи бригады был сечень-лютий 2015 года. Самый в этот час она билась с врагом на Дебальцевском плацдарме. Сейчас вы официально вступаете до лав Збройных Сил, которые, сгідно оценок авторитетного международного аналитичного центра, входят до десятки найсильнейших европейских армий. Мы восьми в соответствующем рейтинге на континенте. Накануне, в День памяти и примирения, в столице прошла акция «Первая минута мира». Она приурочена к дате подписания акта о капитуляции нацистской Германии. За 27 лет независимого будущее мы никого не забыли. И ничего не зряклися с того, что было правдой. Но в том числе открыли для себя много новых сторон этой трагичной истории, которая очень ретельно и старанно от нас приховывалась. В памяти о героях Второй мировой войны президент и премьер-министр Украины возложили цветы к вечному огню в Киеве. Владимир Гройсман отметил, что наша страна – одна из наиболее пострадавших во Второй мировой. Мировое сообщество сейчас объединяется вокруг Украины. Страна оказалась на передовой формирования нового мирового порядка, отметил глава правительства в своем обращении. Ксения Барвиненко, Алексей Шматов. Подробности – телеканал «Интер». В праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы над нацизмом, приняли участие около полумиллиона человек по всей Украине. Такую цифру называют в национальной полиции. Как отмечали этот день в разных городах страны в нашем обзоре. Раньше всех День Победы над нацизмом начали праздновать в Прямом Роге. Там традиционно мероприятия начинаются еще до рассвета. Десятки тысяч людей вышли на торжественное шествие и почтили память героев. По центральным улицам города проехала военная техника времен Второй мировой. А в Днепре празднование 73-й годовщины Победы началось у памятника генералу Ефиму Пушкину. Люди пришли семьями. В руках держали фотографии дедов и прадедов, которые воевали, и благодаря которым была одержана победа во Второй мировой войне. В этом году марш мира, который организовала политическая партия «Оппозиционный блок», собрало около 20 тысяч человек. В шествии принимали участие и депутаты Европарламента. Сегодня мы возложим цветы, мы пройдем маршем мира в честь наших героев, наших солдат и офицеров, победивших в Великой Отечественной войне, а также за мир и единство в нашей стране. А всего миллионы, десятки миллионов по всей Украине. Это еще раз показывает, что нормальных людей, мирных людей гораздо больше, чем провокаторов. Для нас в Соединенном Королевстве это очень важный день, когда мы вспоминаем о победе в Европе. И для меня большая честь видеть, как много жителей этого города пришли сюда, чтобы почтить этот день. Тысячи людей пришли сегодня на Аллею Славы в Одессе. Поток желающих возложить цветы к памятнику неизвестному матросу не иссякал несколько часов. Позже фронтовиков и детей войны пригласили на морвокзал, на борт катамарана Хаджибей. На судне ветераны совершили морскую прогулку. По традиции организаторами мероприятия выступили оппозиционеры. Я считаю, что это главный государственный праздник. Потому что это победа добра над злом, победа жизни над смертью, победа нашего народа, который спас мир от фашизма. Я считаю, что все граждане должны чтить этот праздник. Вечная память героям, не дожившим до сегодняшнего дня. И здоровья тем, кто жив и здравствует. А в Южном Пододессу около 200 человек пришли на праздник с портретами своих родственников, которые участвовали во Второй мировой. Говорят, таким образом берегут память о своих близких. Особо радует, когда в таких акциях принимают участие молодежь. Потому что, к сожалению, время неумолимо мчится вперед. И с каждым годом на этом празднике мы наблюдаем все меньше и меньше ветеранов. И на их место оно не остается пустым. На их место встают молодые люди. Почтили память погибших ветеранов и в Черновцах. На городском кладбище к вечному огню возложили цветы и венки. Именно здесь, в городской могиле, похоронены три сотни советских солдат. Около месяца мемориал славы восстанавливали активисты оппозиционного блока. И пообещали, что впредь будут делать все для того, чтобы сохранить память о подвиге воинов победы. В Черновецкой области осталось живых 168 участников боевых действий Великой 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 Великой. Чтобы вы уявили себе, это люди поважного века. Наймолодшему из них 89 лет, найстаршему 101 лет. Сегодня вместе с активистами мы пришли на этот мемориал славы. Само вшануровать память погибших. В Житомире ветераны и молодежь с самого утра собрались на площади Победы. В шествии приняли участие более тысячи человек. У монумента славы представители Совета Церкви и области провели совместный молебен за погибших в боях и помолились за мир в Украине. А затем возложили цветы к вечному огню. Сегодня в Житомире много тысячи ходов объединяло людей разных. Разных за специальностью, за вероисповедением, разных за политичную принадлежность. Украине потребен мир. И самое это и есть сегодня главной ценностью. Почтили память героев Второй мировой в Херсоне. Тысячи людей прошли центральными улицами города с портретами родных и близких. Говорили также и о социальных проблемах ветеранов. Сегодня очень важный для нас праздник. Ветераны, к сожалению, не заслуженно забыты в последнее время. Многие наши ветераны, заводчане, получают совсем небольшие пенсии. Правительство повысило коммунальные услуги, фактически узаконило платную медицину. Под Харьковом ветераны собрались на высоте маршала Конева. Именно отсюда в 43-м был отдан приказ об освобождении города. В области живет около 60 тысяч ветеранов Второй мировой. 700 из них – участники боевых действий. Ко дню победы уже третий год они получают помощь от властей. Все вместе назначаем знаковые события для Украины. И понимаем, что только в единстве наша сила, объединяясь, поддерживая один одного, спираясь на световую поддержку, на поддержку наших поколений, мы сможем достигнуть основной нашей методы – жить в мире, в спокойствии, в независимой и очень цветущей державе. Константин Редин, Леонид Аборин. Подробности – телеканал Интер. Шествие провели и в столице. Его участники прошли через центр города с портретами погибших фронтовиков. В рамках акции состоялся молебен, а потом люди возложили цветы к памятникам. Все подробности расскажет Александр Васильченко. Перекрытый центр столицы, плотное кольцо полицейских и нацгвардейцев. На входе в парк Славы – металлические рамки. Еще до начала шествия правоохранители задержали 6 человек. Четверых запрещенной символикой, одного с неисправным ружьем Мосина, еще одного с газовым баллончиком. Впрочем, после составления админпротоколов всех отпустили. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» началась с небольшой задержкой. По официальным данным, в ней приняли участие более 2000 человек. По неофициальным – значительно больше. Участники прошли от центра Киева к памятнику вечной славы, держа в руках фотографии погибших фронтовиков во время Второй мировой. Очень положительно, что еще помнят этот день. И я хочу, чтобы наши внуки помнили этот день. Потому что этот Саша, у него нету фотографий. Ему здесь всего 8 лет, а погиб ему было 19 лет при форсировании Днепра. Участники шествия возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Затем здесь же прошла панихида по погибшим воинам, которую отслужил предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. В молебне приняли участие и нардепы из оппозиционного блока. На всех встречах с ветеранами, которые проходили на протяжении последних 4-5 дней, практически никто не ставил вопросы о материальной поддержке. Вот что у них болит, у них болит моральная сторона. Они считают, что сегодня попытки зачеркнуть историю, зачеркнуть то, чему они служили и жили всю жизнь. Вот это их обижает больше всего. И вот против этого мы будем бороться, поскольку нельзя оставшихся живых ветеранов, нельзя обижать, нельзя зачеркнуть память людей о Великой Победе. Пользуясь тем, что мы сегодня уже 9 мая, я поздравляю всех ветеранов с Днем Победы, чтобы примирение было вчера, а сегодня это день Великой Победы. И это их победа, это победа всего народа. И я очень счастлив, что у нас еще есть ветераны, которые помнят. Я хочу, чтобы они дольше оставались с нами, были счастливы, здоровы. После панихиды народные депутаты пешим ходом отправились к памятнику воинам-афганцам и возложили цветы. Александр Васильченко, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Потасовки сразу в нескольких городах страны устроили сегодня праворадикалы. В Киеве блокировали главный офис телеканала Интер, бросили на крышу дымовую шашку, входные двери обклеили листовками «Интер будет наш» и закрасили логотип желтой краской. Затем около двух десятков протестующих пришли к офису новостной редакции. Какова цель этого визита, непонятно. Акция была проанонсирована в соцсетях, но при этом никаких конкретных требований к информационной службе не прозвучало. Я напомню, что почти два года назад в здании, в котором находится новостная редакция канала, ворвались люди в масках, они разбили коктейли Молотова на нескольких этажах, начался пожар. Тогда пострадали несколько сотрудников. Произошло это 4 сентября 2016 года, но до сих пор, а прошло ни много ни мало 612 дней, не найдены ни заказчики, ни исполнители этого теракта. Наиболее массовые акции, приуроченные ко дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли сегодня в Киеве, Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, а также в Днепропетровской области. Не обошлось без провокаций, но по словам первого замминистра внутренних дел Сергея Ярового, задержали 28 человек, в итоге всех отпустили. Правоохранители утверждают, что ситуация под контролем, но силовики все равно будут работать в усиленном режиме до конца сегодняшнего дня. Прошло же 1250 массовых заходов, где приняло участь 365 тысяч громадян. Особому складу подраздели Министерства внутренних справ били 25 тысяч спиврабинников. Это 18 тысяч национальной полиции и национальной гвардии, и 7 тысяч департаментов с назначенных ситуаций. На сегодняшний день, на эту минуту, ситуация стабильна. Особовый склад с задачами, которые были выяснены, порывался. По-дальше мы будем проводить работу, организовывать публичную безопасность. На Донбассе потери. Этой ночью в результате обстрелов погиб один украинский армеец. Пятеро были ранены. Самые тяжелые бои идут на Светлодарской дуге. Противник активизировался и уже несколько раз пытался вытеснить наших военных с позиций. За минувшие сутки боевики открывали огонь 57 раз. И все чаще враг целится по жилым домам. Жители поселка Зайцево страдают от таких обстрелов каждый день. С ними пообщалась Ирина Баглай. Вот так уже несколько часов. Боевики методично накрывают село Зайцево из минометов. Ну вот 70 метров от магазина упала 80-ка. Только что? Да. Вот только-только. Осколками по магазину бомбило. Это вы представляете, я уже знаю, где 80-ка, где 120-я, где савушка, где пуля. Четыре года под регулярными обстрелами наделили жителей горьким опытом. Как это, когда в тебя попадает пуля? Александр знает не по рассказам. Два ранения в 16-м и 17-м годах он получил, не выходя со двора. Одно сюда, вот вторая вот сюда. Миллиметр от артерии. Попало в артерию, ну просто кровь и стекла и все. Последние дни, рассказывает мужчина, обстрелы стали круглосуточными. И все чаще слышны разрывы от снарядов. Поэтому по улице советуют не ходить. И сам, пока у боевиков перезарядка, поскорее едет домой. А ночью артиллерийский огонь со стороны оккупированного российскими наемниками города заставляет жителей Зайцева снова и снова бежать в подвалы. С горловки там мы наблюдаем, как они работают. Скорее всего, работали гвоздики. Это 122-миллиметровые гаубицы, самоходные установки. И работали очень часто. Практически всю ночь велась стрельба. Прицельно, с корректировкой онлайн. Накануне боевики не щадили село. И точно знали, куда прилетают выпущенные ними снаряды. Безпилотником артиллерия и корректуется. В это видно, вкладано великие деньги. Он летает на великих швидкостях и высотах. Поэтому производство, скорее всего, закордонное. Досить тяжко его сбыть. Днем калибр меньше. И снова цель дома людей. Буквально 2 часа назад работал 120-й миномет по нам. Но, как правило, они бьют чемусь по жилым кварталам. Один был на 66-м газоне. Они перемещаются и с разных точек работают. Из-за этого очень тяжело их засечь. С какого района именно они работают. Учитывая жаркое утро, военные готовятся, что и к ночи противник не станет жалеть боеприпасы. Им снова придется отражать атаку. Ирина Баглая, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. В немецком Аахине в эти минуты начинается встреча президента Украины с председателем Европейского совета. А завтра Петр Порошенко пообщается с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. О чем будут говорить, мы узнаем от Елены Абрамовича. Она сейчас в Аахине. С нами на связи. Лена, здравствуй. Какие темы будут подниматься во время этого визита? Добрый вечер, Наталья. Сразу объясню, почему встреча проходит именно в Аахине, а не в Брюсселе или Берлине. Европейские лидеры собрались здесь, потому что традиционно в Аахине вручают ежегодную премию имени Карла Великого. Получит ее Эммануэль Макрон за свои усилия по восстановлению единства Европы. Ну а Петр Порошенко проведет немало важных встреч. С Меркель и Макроном будет говорить о нарушениях России норм международного права. За время своего президентства Макрон пока особенно не углублялся в происходящее на востоке Украины. И у Петра Порошенко будет шанс поговорить об этом подробнее. Выполнение минских соглашений это также одна из тем сегодняшней встречи Порошенко с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Не исключено, что украинский президент поднимет также вопрос о миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса. Заявлено также обсуждение антикоррупционных реформ. И скорее всего в этом контексте с главой совета ЕС будут обсуждать условия выделения Украине 1 миллиарда макрофинансовой помощи. О чем договорились ранее. Ну и основная тема встречи с Туском это подготовка к саммиту Украина-ЕС. И окончательное утверждение даты его проведения. Напомню, предварительно саммит назначен на 9 июля. Спасибо, Лена. Елена Абрамович, о визите Петра Порошенко в Германию. Количество пострадавших от отравления в черкасской школе растет. В больнице уже 55 детей, четверо взрослых. Я напомню, вчера на утренней линейке школьники начали массово терять сознание. Все подробности расскажет Станислав Кухарчук. Десятилетнюю Богдану скорая привезла в больницу спустя сутки после злополучной линейки. Вчера девочка на здоровье не жаловалась. А сегодня врачи диагностировали у нее отравление неизвестным веществом. А сейчас покажи язычок. Покажи язычок. Не бейся. Не бейся. Здесь мы с тобой живем. Вчерашний инцидент стал настоящим шоком для города. Во время линейки ко дню памяти и примирения ученики восьмой школы массово начали терять сознание. На ухудшение здоровья пожаловались почти 100 человек. На сегодняшний день госпитализировали 55 детей и четверых взрослых. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. Основные симптомы нудота. Это были какие-то головные боли, подвышение артериального тиска. У некоторых детей была тахикардия, какая-то слабкость в ногах. Ну, такие симптомы. Боли в животе, нудота. Ближе к полудню детей из реанимации постепенно начали переводить в обычный стационар. Диана и Влада еще сегодня утром находились под пристальным наблюдением врачей. Сейчас малышки чувствуют себя лучше. У меня была задышка. Я задыхалась. Трошки. А у меня, когда я зашла в школу, то у меня сразу начало болеть. И потом нас собрали шутку допомогу. Девятиклассницы Светлана и Амина уже сегодня готовы выписываться. Хотя вчера скорая привезла их в полусознательном состоянии. Девочки до сих пор не могут понять, чем отравились. Ни запахи, ни вкусу, так уж мы не вычивали. Мы не нашли речи до класса, и потом все подзвонки, мы вошли на линейку, построилися, и все. Причину массового отравления выясняют правоохранители. По распоряжению премьер-министра Владимира Гройсмана задействованы столичные лаборатории. Экспресс-исследования черкасских госслужб по чрезвычайным ситуациям результатов не дали. Снова таки сделали больше тельные исследования. И они снова таки ничего не показали. То есть нет отруйных речевин, нет повышения ограниченных концентраций по другим речевинам. Результаты анализов столичных экспертов будут готовы через неделю. Сейчас известно лишь одно. Отравляющее вещество распылили непосредственно на школьной линейке. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы. А в Ривненской школе концентрация фенола в воздухе превысила норму в 11 раз. Об этом сообщают местные журналисты. По словам директора учебного заведения, странный запах появился в спортзале. Ученики регулярно жаловались на головную боль. Родители обратились в местную лабораторию и специалисты подтвердили их опасения. Угроза новой войны. Так европейские политики комментируют выход США из иранской ядерной сделки. О решении разорвать договоренности заключенная Обамой Дональд Трамп объявил накануне. Чего ждать теперь, выяснял в Вашингтоне Дмитрий Анапченко. Все вроде бы и понимали, что это неотвратимо, но накануне вечером страна все равно прильнула к телевизорам, когда Дональд Трамп в прямом эфире объявлял, разрывает договор, которым так гордился его предшественник. В основе иранской сделки грандиозная выдумка, что кровожадный режим жаждет лишь мирной атомной программы. Сейчас у нас есть четкие доказательства. Эти обещания ложь. Одновременно Трамп вернул отмененные санкции против Ирана и предупредил, если там продолжат ядерные разработки, Тегеран ждут проблемы, с которыми до силы не сталкивались. И если в двух словах говорить об этой ситуации, то еще при Обаме в 2015-м с Ираном заключили ядерную сделку. Страна останавливает разработки своей атомной бомбы, взамен с нее снимают жесточайшие санкции. Практически то же самое, что Трамп сейчас предлагает Северной Корее. Тогда это называли прорывом, а посредниками, помимо Соединенных Штатов, были Британия, Китай, Германия, Франция и Россия. Репутация этих стран теперь тоже под ударом, поэтому Европа весь сегодняшний день очень жестко критикует новое решение американского президента. Односторонний выход США вовсе не означает, что договор прекращает действие. Европа продолжит выполнять условия сделки, уверяет Федерико Маггерини. Немцы выразили жестче. Решение США неприемлемо. В Берлине его приняли с сожалением и озабоченностью, заявил министр иностранных дел страны Хай КамАЗ. А вот бельгийцы так и вообще не выбирали слов. Премьер-министр страны прямо сказал, что думает. Мол, выход США из соглашения по ядерной программе Ирана чреват войной на Ближнем Востоке. В самом Иране разрыв соглашения восприняли как личное оскорбление. Верховный лидер страны Али Хаминеи с телеэкрана назвал Дональда Трампа лжецом, а его речь подлой и дерзкой. Нидерланды сейчас созываются в без ООН, призывают искать решение. Но без участия штатов соглашение вряд ли заработает. Тем более, что Иран уже заявляет, больше не доверяет и Европе. Перерастет ли этот обмен любезностями в открытое противостояние, гадают теперь эксперты и аналитики. Но уже сейчас понятно одно. После решения Трампа в мире появился еще один очаг напряженности, где рвануть может каждую секунду. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. В ответ на действия США Тегеран пригрозил возобновить обогащение урана, причем в гораздо больших масштабах, чем раньше. По словам президента Ирана Хасана Раухани, наращивать ядерный потенциал могут начать уже в ближайшие недели. Кроме этого, руководство страны планирует начать поставки собственного сорта нефти Вест Корун в ответ на санкции. По данным агентства Рейтер, Иран уже отправил образцы черного золота потенциальным клиентам. Двое мирных жителей погибли в результате ракетного удара Израиля по Сирии, так утверждает сирийское государственное информационное агентство САНА. По его данным, жертвами атаки стала супружеская пара. Накануне военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по сирийской военной базе недалеко от Дамаска, где, как предполагают, находились оружейные склады иранских военных сил. Госсекретарь США Майкл Помпеус снова встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Это уже его второй визит в Пхеньян за последние полтора месяца. Первый был в качестве директора ЦРУ. В этот раз обсуждали подготовку к предстоящей встрече Трампа и Ким Чен Ына. Она должна состояться в конце мая, начале июня. Кроме этого, Помпеус удалось добиться освобождения троих американцев из северокорейской тюрьмы. Они уже отправились в Соединенные Штаты вместе с госсекретарем. А в Закарпатье цветут нарциссы. Причем этот подвид, как правило, можно найти только высоко в горах, но у нас с вами есть возможность полюбоваться. Мария Петровна не экскурсовод, а учительница биологии сельской Рокоссовской школы. Очередной урок проводят в заповеднике. Тема – Долина нарциссов. А еще дети усвоили, срывать нарциссы нельзя. Они размножаются семенами, которые прорастают только через 7 лет. Да и букеты из нарциссов оказываются опасны для здоровья. Этих цветов с каждым годом становится все меньше, объясняет учительница. Погода становится жарче, поля высыхают, а нарциссы любят влагу. Сотрудники заповедника разработали план по спасению долины. Сотрудники уверяют, нарцисс здесь не пропадет. Территория занимает больше 200 гектаров. Цветы растут островками. Их несколько десятков. Мы впервые приехали из Харкова. Я не ожидала такого аромата. Тут действительно нужно побывать, чтобы его отчуть. Галина и Ева ботаники из Польши. Поле нарциссов называют чудом природы. Прекрасная долина нарциссов известна не только у вас. Мы приехали за тысячи километров из Польши. Стоило приехать. Очень нравится. А вот эта группа выпускников решила устроить на поле школьную фотосессию. Юлия Жешко, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер Закарпатская область. Зачем польскую автотрассу смазали 12 тоннами шоколада? Как решили проблему дорожных пробок в Индонезии? И пришелся ли по вкусу немцам бургер с червями? Обо всем этом прямо сейчас. Историческое событие воссоздают жители Южной Кореи. Более сотни людей ежедневно едут на границу Северной и Южной Кореи, чтобы сделать фотографию, на которой они пожимают друг другу руки. Необычная фотосессия стала популярной после того, как 27 апреля лидеры Ким Чин Ин и Мун Джа Ин встретились на линии, разделяющей два государства, обменялись теплым рукопожатием. В Польше перевернулся грузовик с жидким шоколадом. Авария произошла на автомагистрале между Варшавой и Познанью. По предварительным данным, автоцистерна с 12 тоннами сладкого груза врезалась в ограждение. В результате этого происшествия водитель получил легкие ушибы, а большую часть дороги пришлось перекрыть. На Гавайях продолжается извержение самого активного вулкана на Земле. Повреждены электросети и водоснабжение. Тысячи людей эвакуируют из близлежащих населенных пунктов. А в сети набирает популярность видео стремительного потока лавы, который уничтожает припаркованный на обочине автомобиль. Ролик опубликовал местный житель на своей странице в Фейсбуке. В Германии начали продавать бургеры с червяками. Мясной деликатес можно приобрести в супермаркете в городе Ахен. Для приготовления бургера используют личинок жуков-буйволов, которые содержат Местным жителям такое блюдо пришлось по душе. А некоторые признаются, бургер настолько вкусный, что даже возвращаются за добавкой. В Индонезии появилась новая услуга воздушные такси. Работает она пока в тестовом режиме. Заказать вертолет можно с помощью мобильного приложения. Компания-перевозчик сообщила, воздушное такси идеальное решение для людей, которые не хотят часами стоять в пробках. Фирма надеется до конца года установить как можно больше посадочных площадок на земле и на крышах бизнес-центров. Аукционный дом в Женеве выставит королевский синий бриллиант с 300-летней историей. Впервые камень попал в руки испанского короля Филиппа V, который подарил его своей второй жене Изабелле Форнезе в качестве свадебного подарка в 1715 году. Ожидаемая цена исторического бриллианта на торгах может составить от 3 до 5 миллионов долларов США. А в качестве предпродажной подготовки драгоценный камень покажут публике в Гонконге, Лондоне и Сингапуре. В столице Португалии стали известны финалисты первого полуфинала песенного конкурса Евровидения 2018. По итогам голосования из 19 стран в финал прошли Албания, Чехия, Литва, Израиль, Кипр, Ирландия, Финляндия, Австрия, Болгария и Эстония. Второй полуфинал пройдет уже в этот четверг. В нем музыкант Меловин представит Украину под 18 номером. Серия терактов в Кабуле. Взрывы прогремели сразу в двух полицейских участках в центре и на западе афганской столицы. Там подорвались по меньшей мере трое смертников, ранено 6 человек. После взрывов неизвестные открыли стрельбу. Силы безопасности в ответ провели операцию по зачистке. На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за эти атаки. Это вся информация на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин